Это Виктор и Юля, они приехали в мае, да? В мае. В мае приехали, приехали по языковым курсам по нашей школе Акцент. По нашей любимой школе. По нашей любимой школе. Ну, рассказывайте, ну, вообще, откуда идея по языковой школе. Ну, и все, что хотите, то и рассказывайте, в общем. Да, ну... На початку року, да, мы жили трохи в Испанії, и ходили там на мовные курсы, и там мы узнали, что, в принципе, по мовных курсах можно отримать визу. Ну, в Испанії это трохи все более формально, потому что там нужно певную кількість годин ходить в тиждень на эти курсы, чтобы отримать визу по курсах, ну, национальную визу. Ну, там 20 часов в неделю нужно заниматься. Да, да, да. Треба вот 4 години в день, там, 5 днів, типа, 4-20 годин, да. Дают визу, дают национальную визу, можно по этой визе бути, пока у тебя есть курсы, вот. Ну, и да. Ну, то есть это минимум на 90 дней, 20 часов в неделю нужно оплатить и заниматься, и ходить, чтобы получить эту национальную испанскую визу. Да, ну, вот, извините, у нас, в принципе, информация про те, что можно по школам отримать визу, да, а потом мы, в принципе, решили переезжать из Украины. Нет, мы хотели, мы хотели в Испанію сначала остаться. Да, ну, в Испанії нема, я программист, в Испанії для работы для программистов нема, и там мало, она низко оплачивана, и испанские программисты, особенно в свете, не ціняться. Вот, поэтому Испанія для нас на жальный вариант. Да, даже такое словосочтение, испанский программист, язык не поворачиваешь, ну, так, ну, все-то так, все-то так, все-то сегментовано, да, десь кто-то, десь кто-то что-то лучше делает, вот, я впевнен, что испанцы много чего лучше делают, чем украинцы, но на жаль, да, программисты из испанцев такие соби, вот, в загальном. Так, из украинца триадур. Да, от того, в Испании мы и не залишились, потом, да, думали, где поехать, решили в Польшу, потому что тут, в ваших home, в Ай-Т我說 что, в Альонах Ай-Т, широко-розвинной, по-друге, нам, взагалі Польша понравилась. Витя нравится, я в Польшу, да, Юлі уже тоже понравилась. Ну, уже нравится, да, а до того, как мы решили сюда переездить, ну, я была тут пару раз в Катавицах всего. на фестивалях и особо больше ты не знала вот и на самом деле поехать в польшу пожить мы решили там же барселоне я плакала мне казалось что больше это дыра но все равно это было интересно решили мы уехать сюда не потому что мы там сбежали от какой-то ситуации в киеве нам просто нравится мы еще живя в испании поняли что это очень интересно куда-то поехать в новое место потому что узнаешь много много про себя про культуру развиваешься и вот эти вот границы в которых мы живем они становятся как минимум шире и это классный опыт поэтому мы решили поехать в польшу почему выбрали выбрали крахов да не ну я не знаю ты так перескочила с курсами да да хорошо сказать минимально по курсах что в испании там все чётко да там треба 20 годин в польши такого не мая да принаймні когда мы звонили в посольство мы звонили неоднократно пробовали дизнации нам сказали что нема ніяких норм просто записывайтесь на курсы просто робить то что указано на сайт и на сайте указано что с курсов мое быть освещение в котором мое быть написано сколько годин вы занимаетесь на курсах и расписание вот приносится говорить и будет вам виза все будет классно да ну так вот мы и по туристическим визаще занялись сюда записались на курсы да как вы выбирали выбирала я так же как и в барселоне я просто составила сначала список курсов с нормальными сайтами с адекватными ценами и а потом я просто всем написала письмо и смотрю кто отвечает потому что мне важно было вести переписку чтобы было адекватно все это был такой первый заход мы уже смотрели ваш канал я знала что не все отвечают поэтому я поняла что тот кто ответит тот точно будет моим кандидатом вот и на самом деле когда мы сюда приехали еще по туристической визе чтобы подписать контракт у нас было три по моему школы и был район в котором мы хотели жить и учиться и мы просто ходили и смотрели сами школы заходили смотрели атмосферу говорили с людьми и вот та школа которую которую на котором мы в итоге остановились нам понравилось больше всего потому что там было приятно была приятная адекватная администрация которая нам все четко сказала по документам по срокам что они могут что они не могут и в общем мы мы подписали с ними договор на три семестра до февраля и и хотели с этим договором с оригинальным поддаваться на вид на жительство на национальную визу польскую вот мы приехали подписали заплатили забрали оригинал и они нам выписали еще письмо в котором говорили что вас такого-то такое-то посвящение они приглашают нас учиться и там была фраза что если мы в течение недели не выходим на занятия то нас отчисляют окей три семестра это сколько по месяц девять да мы почитаем май август октябрь сентябрь ну девять приблизно ну короче девять месяцев ты считаешь кусками ж я потерялась уже я тоже потерялась в начале марта 9-9 там два с половиной месяца где один семестра пару тижней в перерве и вот и мы на расслабоне приехали с этим оригиналом сходили оплатили пошлину для записи в киеве да для записи в визовый центр вот и мы с этой пошлиной открыли сайт и оказалось что можно записаться только через две недели через месяц а через месяц и мы нет мы не будем вызывать центр тогда эти мы пойдем сразу в посольство и начали звонить в посольство вот и пока мы звонили два дня в посольство запись передвинулась еще на неделю и мы поняли что надо уже брать что есть записались вот и стали ждать а записались мы на дату позже чем у нас уже должны были тут начаться курсы да и нам пришлось связываться с школой и просить их чтобы они нам присылали еще один лист про то что они понимают нашу ситуацию что нас не вычислить если мы не появимся вот там было написано в первом листе что они нас вычислили через неделю ну они нам написали еще одного листа присылали нам скан ну через e-mail да что мы понимаем ситуацию а тут надо еще отметить что у меня российский паспорт я давно живу в киеве есть только временный вид на жительство и мы звонили тоже спрашивали могу ли я с этим временем подаваться одна сказала нет я сразу возмутилась как это нет я живу что мне делать вот у нас был план запасной чтобы я ехала в москву подавалась но на сайте московского визового центра не было написано вообще об условиях получения национальной визе по учебе поэтому и хотелось вместить и ну короче мы пошли а я дозвонилась второй раз в визовый центр на справочную и другой парень мне сказал конечно можно ну что и мы пошли и вот мы пришли сдавать документы в срок первое чему мы очень сильно удивились они стали считать не количество недель что нам нужно пробыть в по учебе а количество учебных дней и получилось у нас не 9 месяцев а с учетом того что мы еще месяц профукали или полтора ожидая очереди у нас получится 91 день вот и если было 90 то нам пришлось подаваться на шенгенскую визу со всеми ее ограничениями но вот этот один день он нас выручил мы подали документы нас приняли а мы просили на весь срок да мы просили на год да мы просили на рік нам дало на півроку хоча курсы тривают наши 9 месяцев нам все равно дало визусть что он только на півроку но есть такая просто подогра что они не могут дать там типа 7 месяцев на 8 они могут дать або на півроку або на рік у нас на рік типо не вистачало ну дало на півроку типа но это еще не все насправді давай я уже говорю раз така ситуация то не может быть такой супер проблемой потому что есть такая информация что визу тут можно продолжать один раз национальная виза польская можно продолжать один раз прямо на выезжающей из Польши ну если для этого я представил так что если у когось такая ситуация складывается то не переживайте вы можете приехать и на месте можно продолжать визу а где а где а есть такая можно сейчас привезти книжечку ну принеси принеси есть такая тема монтаж называется есть такая вот прикольная книжка называется реализация перебивания и работа в Польши она есть на разных мовах у нас есть английский польский мы их набрали чтобы учить слова если что-то не понимаешь можно даже прочитать как это звучит в другой мове такую книжку можно взять в в Ужонде где выдают карты побитых ну вот в Ужонде по справах иноземцев иноземцев она там лежит просто лежит и вот выпустила херсинская фундация прав людини вот и в этой книжке есть очень детальная инфа вот прям все супер так по пунктам расписано очень круто и десь тут я находил информацию про то что можно продолжить один раз визу вот ну ну короче надо искать мы силаем говоря то что нужно продолжить визу мы силаемся на эту книжку пусть идут читают нам тоже вот 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 тут одним словом тут много информации тут начиная там визами закинчивая даже гражданством все всякие тонкие моменты все тут все прописано вот так что мы эту книжку рекомендуем херсинская фундация можно найти офис херсинской фундации прако и только в этой фундации есть вот очень интересная книжка и вообще если у вас есть вопросы вы приходите в этот ужин там кроме этих книжек там еще много разных книжек лежит просто в вольном доступе которые выпускают разные организации для того чтобы помогать иноземцам облаштовывать тут в Польшу мы просто долго в очереди стояли что-то листались да 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 а вопрос вот этот 91 он на сайте написан? нет не на сайте на месте при нас стали считать но это был не конец мы отдали ok ни на сайте ни на линии ни на инфолинии никогда нам никто не говорил про эти 90 не уже прямо в веконце поставили он перед фактом что вот такие вот права мы даже звонили в консульство да и я узнавала да не на инфолиниях такого не говорили если уже дозваниваешься в консульство да ну короче слава богу один этот день остался мы сдали документы и счастливые пошли вот и тут вечером Витю перезванивают он контактное лицо и говорят ой вы знаете а вот ваша жена а у нее временный вид на жительство она вообще-то не имеет права подаваться на такую типу визу но поскольку мы уже ваше дело приняли и уже передали консулу консул сказал что окей мы рассмотрим дело и все а вы звонили сказать об этом напугать чтоб не расслаблять да сами пристакали это уже из консульства звонили ну да ну давай хорошо encontrar у вас в Украине посвятки на проживание то национальную визу отрываете только если вам так по счастует как нам нам реально повезло по правилам эти договорились национальные визы с каждой Com resume с каждой тряблики а национальные визы с постоянной на проживание да дальше мы получили визу нормально в обычном сроке сколько она там делается. И приехали сюда. Сначала мы жили у друзей, мы там не указывали никакую бронь, никаких отелей. Да, они нормально относятся к тому, что человек, когда приезжает на долгий срок, он не может сразу снять квартиру, ему нужно сначала понять, освоиться. В общем, да, у нас было приглашение от одной организации, которая состоит, международную организацию, и мы могли бы на него сослаться, что мы там будем жить. Но у нас этого не спросили, короче, с недвижимостью ничего такого не было. А часы не просили, сколько часов? Просили, но мы, зная вообще про эту тонкость заранее, попросили просто примерный план прикинуть. Они нам примерно написали с 9 до 10.30, там вторник среда условно, и вот по этим дням они считали. Ну на сайте в вимогах на учебовую визу есть, там написано, что нужны годины. Да, а может быть мы уже... Может уже, может уже, может уже нема. Не-не-не, не спорю, не спорю. Весною еще было. Весною на сайте вы открываете визу по навчанию, там написано, что нужно тотальный расклад навчания. Путаница, путаница была большая с тем, что нужно, что не нужно. Мы звонили, ну раза 4, наверное, мы звонили, проясняя, нам каждый раз говорили разные вещи. В общем, наш опыт такой. Школа, она не имея даже четкого плана, не имея группы, согласилась написать, потому что у нас все равно был заключен контракт на 2 раза в неделю, на 3 семестра, и опираясь на это, они нам составили примерную программу. Там еще было в умовах, по-моему, то ли хватит учебный план, то ли хватит тем, у нас такого не было, и никто нас это не спрашивал. Да, 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 и вот еще один момент, достаточно будет передплаты в школе, то не обвязково школу оплачивать полностью, да, ну там, для посольства вистачить передплаты, ну там, минимум 50% ему нужно, если минимум 50% передплату сделать, то для посольства это уже будет нормально. Но нужен оригинал. Вы сделали 50% оплатили, не за личку, а 50% оплатили. Да, 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 да. Мы оплатили 50% и взвозили 3 семестра. Да, ну это то, что Вова тоже говорил про подготовку к переезду, мы на самом деле не в один день решили уезжать, то есть мы копили деньги на школу, мы копили деньги на риэлтора, ну то есть мы как бы примерно представляли свои траты на ближайшие несколько месяцев. Да, моя бутика-стружка. Но цифры совпали так? Совпали, да, да. Ну это было прогнозируемо, на самом деле, опять же, спасибо вам. Я ничего не придумал. Да, 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 цены на квартиры, цены на услуги риэлтора, цены на школу, это все было прогнозируемо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!